Всем привет, с вами Прио. Сегодня мы поговорим об изменениях Рыцаря Смерти, а именно о талантах и способностях тех, которые ждут нас в Battle for Azeroth. И поговорим конкретно о ветке кровь, ветке танкования. Ну что ж, начнем с талантов. Первый тир талантов, кто-то использует разбитое сердце, кто-то использует кровопийцу. Второй тир талантов используется призрочное отражение для сочетания с 2Т21. В третьем тире талантов идет Склеп, в четвертом тире талантов Красная Жажда для ускоренного восстановления такого мощного кулдауна, как Кровь Вампира. Пятый тир берут либо Марш Проклятых для личного спринта, либо жесткую хватку для замедления противников и ускоренного откатывания массовой стяжки. Шестым тиром талантов берут чаще всего Захватрон, кто-то берет нечистивая плот. Ну а ластовым тиром чаще всего идет Чистилище, хотя находятся люди, весьма опасные и играющие со своей смертью, которые берут Кровавое Зеркало. Ну, например, я раньше таким занимался. Перенесемся на бету и посмотрим, какие же там у нас в текущий момент таланты. Открываем окошечко талантов. Да, его видно идеально. Первый тир талантов немножечко преобразился. Есть старое разбитое сердце, которое также по две силы рун за каждую пораженную цель нагоняет с ударов сердца. Кровопийца с аналогичным кд в 30 секунд, также требующий одну руну и временем каста на 0.5 больше. То есть, если в текущий момент на лайве у меня 2.2, то на бете 2.7. Хотя, по-моему, это связано со скоростью. Честно сказать, ни разу не юзал Кровопийцу и поэтому, увы, точно сказать не могу. Принцип действия Кровопийца остается такой же. Новый талант, появляющийся в первой строчке, это рунный удар. Атака, наносящая цели, физический урон. Время восстановления этого рунного удара будет уменьшено на 1 секунду за каждую использованную руну. Само кд этого рунного удара минута. И при использовании рунного удара мы получаем 1 руну. Весьма интересно. На самом деле, что-то типа Кровоотвода, то есть такой же религен руны, но реализованный чуточку по-другому. Нужно подумать и понять, требуется ли вообще этот талант в использовании. К примеру, в ООЕ использование разбитого сердца оправдывает себя для дополнительной силы рун, а вот в СОО таргет использовать не особо уже выгодно разбитое сердце. Поэтому рунный удар, скорее всего, будет выигрывать. Далее, второй тир талантов также преобразился. Из старого осталось только быстрое разложение. И то оно немножко изменено по своему описанию. Быстрое разложение, которое присутствует на бета-серверах. Заклинание Кровавая Чума, Смерть и Разложение наносят урон на 15% чаще. На лайве, на версии 7.3.5, находясь в зоне действия смерти и разложения, мы также накапливаем силу рун. Это убрали. Что это за метеориты полетели? Что? Я не знаю, что происходит на бете в текущий момент. К счастью или к сожалению, я не играю на ней. Принцип действия быстрого разложения остается такой же, только мы потеряли реген силы рун ежесекундный, увы. А во второй тир талантов добавился такой талант, как Гемостаз. Это бонус с легендарных плечей. Даже если мы их сейчас откроем, все это можно будет увидеть. Добыча, легендарные вещи, кровь. Или мы это не увидим? Ах, ну да, точно, у нас же написаны тут уже вещички чисто под БФА. БФА у нас легендарных не будет. Поэтому, увы, мы никак не глянем. Ну, окей. Гемостаз. Плечи, если смотреть их на живых серверах. Вскипание крови увеличивает урон и объем исцеления от вашего следующего удара смерти на 20%. Эффект суммируется 5 раз. На бете этот бонус изменен. И мы получаем всего лишь на 8% больше. Ну, не знаю, актуально ли это будет или нет. Так, улететь бы на самом деле с этой зоны. Потому что начинаются какие-то дикие просадки по ФПСу. Конечно, не особо нужен мне ФПС сейчас. Но лицезреть огненные ливни посреди экрана мне не особо хочется, если честно. Все, хорошо. Талант пожирания, который ранее был в виде способности на артефактном оружии. Теперь это вторая полоса талантов. Все так же, только вампирик мы получать не будем. Вампирик шел вообще с отдельной прокачки артефакта. Ну, теперь все идет так, что во втором тире талантов, если взять пожирание, мы просто будем лично восстанавливать большое количество ХП за каждого пораженного моба перед нами. С тем же самым КД 45 секунд. Третий тир талантов. Нечистивая плот, который теперь повышает максимальный запас ХП лишь на 1% вместо 2%. Талант склеп, который также позволяет расходовать меньше силы рун для удара смерти при определенном количестве костяного щита. Ну и также увеличенное количество силы рун на 10. Этот талант никак не изменился и он весьма выгоден при своем использовании. Талант надгробный камень, по-моему, как его и не использовали, так его и не будут использовать. Он никак не поменялся, но если брать склеп или надгробный камень, то, конечно, склеп. Далее, четвертый тир талантов. Воля мертвых, которая перекочевала из шестого тира талантов. Антимагический барьер. Его КД сокращено на 15 секунд, а также время действия и количество восполняемого ею здоровья увеличивается на 30%. Что? Он теперь восполняет ХП? Да я не поверю в это. Скорее всего, это ошибка перевода и он просто позволяет поглощать на 30% больше. Захват рун все так же хорош в этом тире талантов, только его маленечко поменяли. Теперь в Battle for Azeroth он будет уменьшать получаемый дамаг на 30% на 4 секунды. А в текущий момент на живых серверах, 7-3-5, он уменьшал получаемый дамаг на 40% на 3 секунды. Можно сказать, просто поменяли циферки местами и мы получили то, что в текущий момент видим на экранах. Вы же в эту видите, верно? Верно. Итак. Талант, который у нас присутствует на живых серверах, жесткая хватка, уменьшающий время восстановления массовой стяжки, а также обеспечивающий заниженный процентный уфспидом обам, находящимся в нашей лужице смерти разложения, разделены. Теперь вторым талантом является снижение кд мастяжки, а первым талантом является замедление. Их просто разделили. Берете то, что вам нужно и не особо паритесь насчет этого. Но облуждающий дух, теперь он в таланте. Это просто самый обычный спринт, как и был ранее, на 4 секунды. Весьма полезный, на самом деле, если вам нужен спринт. Тир-6, на самом деле, весьма интересный. Кровавая метка. Она изменена, насколько я правильно знаю. В лучшую ли сторону? Вопрос хороший. Сейчас я прочитаю ее на лайве и выскажу свое мнение насчет этого, потому что я не рассматриваю его как серьезный талант. На самом деле, это может быть актуально. Но, если честно, увеличенный процент самоисцеления после использования удара смерти на 6 секунд, а если рассмотреть различные логи каких-либо боев, то прекрасно можно увидеть, что удар смерти юзается каждые 6 секунд. Находиться под вечным 15% самоисцелением, никто не откажется из танков. Уж точно. Тир-7. Чистилище. Красная жажда. Буля костей. Мало того, что красная жажда перекочевала сюда, так еще она и занерфлена. Если рассмотреть ее на живых учетных серверах, то она сокращает время восстановления крови вампира на 1 секунду за каждые 6 потраченные силы рун. Удар смерти тратит 45. 40 при, как я правильно помню, при 5 зарядах кости, костяного щита. 40 делить на 6, примерно 7. При использовании удара смерти мы на живых учетных серверах откатываем кровь вампира на 7 секунд. Теперь же при использовании удара смерти мы будем откатывать кровь вампира всего на 4 секунды. Если вы уверены в себе и вам нужен частый сейв в виде крови вампира, то почему бы и нет? В БФА конкретно это реализовать. Ну а если энкаунтер требует того, что изредка вы будете умирать, или вас будет очень сильно просаживать, что даже кровь не поможет, то тогда, конечно же, чистилище. Ты можешь не орать! Итак, теперь способности. Рассмотрим их более детально. Антимагический панцирь. Да, все-таки это поглощение, я прекрасно это понял. Антимагический панцирь никаких изменений не пережил. Все остается так же. Те самые 5 секунд шелда на определенное количество поглощаемого урона, которое растет от нашего количества ХП. Асфиксия 20 метров, 45 секунд, стан 5 секундный, все так же. БР аналогичен, только теперь он будет требовать силу рун. Вот так вот. Окей. Врата смерти. Все так же. Кровая чума, вскипание крови. Все те же 10 метров. Все так же тикает в течение 24 секунд. И все те же два заряда. Гравирование мы рассматривать не будем. Косточки. Все работает абсолютно так же. Но косточки немножко сами по себе, по своей механике претерпели небольшие изменения. Костяной щит при версии 7.3.5 уменьшает весь получаемый урон на 16% и увеличивает количество скорости на 10%. Тот щит, который мы увидим в 8.0, уже в припатче. То есть все вот, что я рассматриваю на бете, это уже будет в припатче. За 4-7 недель до выхода БФА. То есть примерно в июле. Начиная с июля, костяной щит будет увеличивать показатель брони. А броня режет только получаемый физический дамаг. То есть от магии костяной щит вообще никак не будет спасать. Увы. Заморозка разума. Тот же кик. Тот же запрещающий эту же школу на 3 секунды при кд в 15 секунд. Все окей. Захват румера рассмотрели. Кровь вампира. О ней все сказано. Кд то же самое. Может быть снижено за счет использования таланта. Льдистый путь. Радиус 50 метров. Радиус 50 метров. Все так же. Незаболемость льда. Минус 30 на 8 при кд в 3 минуты. Все отлично. Порабощение нежити. Исправно работает. Поступ смерти. Весьма новая кнопочка. Типов замена блаждающего духа. Скорость передвижения увеличивается. Не может быть снижена. Ниже обычной стопроцентной. Ну и так же у нее свой пассивный эффект. Ну. Да. Интересная вещица. Можно сказать как воргеновский спринт. Весьма интересно. Окей. Прикосновение смерти. Ранжовые усики. Которые заражают чумой цель. Лужица. Все так же. Исправно действующее. Все с ней идеально. И работает она на ура. Танцующее ироническое оружие. КД снижено до 2 минут. То есть в текущий момент на живых учетных серверах 3 минуты. А начиная уже с предпатча. КД будет 2 минуты. Удар в сердце. Скорость передвижения снижена на 20%. А в текущий момент на живых серверах пока что на 50%. Окей. Ну. Задача все таки дамагеров. Снижать скорость передвижения мобам. Не танков. Уж точно. То есть танки должны танчить. А пускай этим занимаются дамагеры. Или варлоки с кольцом. Почему бы и нет. Удар смерти. Немножко механик его исцеления была переработана. В текущий момент на живых учетных серверах. Восполняется здоровье в объеме 20% от полученного урона за последние 5 секунд. А в Battle for Azeroth уже 30% за последние 5 секунд. Весьма интересно. И весьма увеличенный процент не может не радовать. Далее хватка кровожата. Теперь притягивает врагов в радиусе 15 метров. На лайве на живых учетных серверах 20 метров. Хватка смерти. Все так же. Но теперь еще и прописан процент. Весьма интересно. Пассивные наши любимые способности. Стались ли они такими же? Ветеран третьей войны теперь повышает броню на 20% вместо 15%. Искусный щит крови. Все так же. На коне бледном. Все так же. Я не увидел Пуржа. Его убрали или что? Такого быть не может. Как так? Или его убрали у танков? Сейчас мне это стало интересно. Да, на самом деле складывается ощущение, что Пуржу убрали. Была интересная кнопка у ДК. Я помню ее еще месяц-полтора назад, когда я прокачивался на Альфе. Немножко пары левелов. Чисто посмотреть начальные квесты и механику прокачки азеритовой брони. Была кнопка, которую нажимаешь и сползти лишь заклинание на себя. При этом ты получаешь силу рун. И кд у нее маленькая, было около 15-20 секунд. И все радовались ей, что вот это да, ДК будет еще более полезен. Но оказывается в итоге это убрали. Грустно, грустно. Очень жаль на самом деле. Ну что ж. Ну сколько видосик получилось? На 17 целых минут. Ничего себе. Постарался объяснять вам доступным языком, чтобы абсолютно все слои игроков поняли. Это самое главное в моем контенте. Всех вам благ, счастья, здоровья. Как говорится, легендарочек побольше там. Че еще? Берегите ноги, ума вам побольше. И не болейте. До скорого.